Далее в нашем эфире Илья Пономарёв, создатель телеканала «Утро» февраля, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Приветствую. Так, давайте обо всём по порядку. Значит, первым делом попрошу вас рассказать вот об этом заявлении в ЦИК Российской Федерации, подписанное политиками и общественными деятелями России, и вами, в том числе, с требованием отказать Путину в регистрации кандидатом на должность президента России в связи с массовыми нарушениями в его пользу. Конечно, абсолютно справедливые основания вы указываете, и то, что процедура обнуления 2020 года прошла с серьёзными нарушениями Конституции России, и указываете вот сейчас на массовые нарушения избирательного законодательства в ходе сбора подписей в поддержку Путина. Мы обсуждали эту новость на этой неделе в эфире, это обращение в ЦИК. В общем, по сути, по смыслу заявления ни у кого вопросов не было, все согласны с этим. Были вопросы по подписавшимся. Мол, там видели прокремлёвских людей, и вот поэтому объясните. Пожалуйста, во-первых, значит, кто люди в этом списке, подписавшиеся вместе с вами под этим заявлением. И второе, вы точно же понимаете, что ЦИК России не откажет Путину в регистрации кандидатом на должность президента на основании вот этого вашего обращения, или вообще любого обращения. Зачем тогда это? Ну, да, смотрите, по тому, кто подписался, я, честно говоря, прокомментировать здесь не могу, потому что там людей много, и это собирали активисты из комитета 2024. Ну, в частности, Марат Гельман, да, вот говорили, мол, близкий Кириенко, известный политехнолог, работал на Кремль. Ну, Марат Гельман человек, который вот только что вернулся из расположения Легиона Свобода России, да, то есть это человек, который очень активно поддерживает вооружённую борьбу в Украине, поэтому, как называть его кремлёвским, мне кажется, немножко смешно. Ну, это важно, то, что вы сейчас озвучили, да. Да, то есть он один из главных сейчас двигателей международных в поддержке в пользу Легиона, поэтому, то есть, это неудивительно. Но я думаю, что там, на самом деле, скорее всего, разные люди есть. Там много депутатов съезда народных депутатов, безусловно, есть, но думаю, что есть самые разные. В этом заявлении есть два смысла. Один, конечно, это немножко элемент троллинга, да, то есть, вот, что, значит, вот вы там не даёте никому регистрироваться, значит, из других кандидатов, то есть, вот, ну, как бы на себя посмотрите в зеркало. Но всё-таки главный смысл – это необходимо юридически зафиксировать на будущее, чтобы не признавать Путина президентом Российской Федерации. То есть, то действие, которое мы будем совершать после того, как эти выборы закончатся, я думаю, что у нас с вами обоих вряд ли есть сомнения о том, чем они закончатся. Значит, закончатся объявлением победы Владимира Владимировича Путина, кем бы он ни был. Вот, значит, после этого задача, чтобы его перестали называть президентом России. И, соответственно, мы собираемся это юридически доказать, что он не является президентом России ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения, собственно, российских законов, какие бы, опять-таки, они извращённые не были. Для этого нужно это обращение. То есть, у нас была дискуссия вообще, нужно ли это делать или нет, потому что мы не признаём этих выборов, мы считаем их фарсом, мы про это как съезд говорили и так далее. Но мы вынуждены что-то написать в ЦИК для того, чтобы потом любому прокурору говорить, что мы сделали всё, что нужно, согласно российской процедуре. Вот она сделана, она всё равно российскими органами власти не выполняется. Российский ЦИК это игнорирует. Ну, значит, получите и распишитесь. Ясно, да, спасибо. Так, вторая тема – это появление Бориса Надеждина, значит, бывший депутат Госдумы, он решил участвовать в выборах президента России. Уже в кратчайшие сроки собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата, но решил ещё подсобирать, насколько мне известно, хотя бы до 150 тысяч, чтобы наверняка уже Центр избирком их принял и зарегистрировал. Действительно, в сети можно увидеть и фотографии, и видео, когда россияне буквально выстраиваются в очереди, чтобы подписаться под этим почти кандидатом Надеждиным, в избирательные штабы Путина таких очередей нет. И, конечно же, такой успех Бориса Надеждина, внимание к нему людей – это должно сейчас немало волновать Кремль. Если только это всё не их план. Если только Надеждин – это не очередной кремлёвский проект, как раньше Собчак, Прохоров, ну, из последних – Екатерина Дунцова, к ней, я читал, такие же претензии возникали. Итак, что вы думаете по поводу Надеждина? Ну, смотрите, мы давно знакомы с Борисом. Вот в таких вполне нормальных, хороших, в ряльских отношениях с ним пребывали. Конечно, это человек системный. Он навсегда был в разных партиях либерального толка, часто их менял. Там вы вспоминали про Марата Гельмана. Вот, ну, соответственно, Борис Надеждин вместе с Кириенко учреждал партию. Новая сила, по-моему, она так называлась, которая стала потом основой Союза правых сил. Так что разные были эпизоды в его биографии. Потом он был Сергеем Мироновым в «Справедливой России». Дело не в этом. Дело в том, что, конечно, на эти выборы ни один кандидат, если он не будет согласован Кремлем в качестве именно кандидата, попасть не может. Это очевидно. Дело тут совершенно не в подписях. Подписи можно просто пойти и нарисовать, как это делают у Путина. Собственно, почему очередей нет. Или у других кандидатов, там всякие, Богдановы, там, значит, тоже что-то, значит, там собирают и так далее. Или пробовать собрать их по-настоящему. Значит, ну вот, Надеждин их собирает по-настоящему, но примут их или нет, это полностью будет решать тот самый Сергей Владеленович Кириенко, посоветовавшись, конечно, с большим начальником. С одной стороны, Кремлю очень нужна явка. И поэтому я думаю, что шансы у Надеждина попасть на эти выборы есть. Потому что будет очень удобно говорить о том, что, видите, все участвовали, мы всем разрешили, значит, никаких проблем не было. А потом, бац, и вот там полтора процента, значит, как всегда. И то, что больше не будет, во-первых, прессуют, конечно, так, как, соответственно, надо. А во-вторых, на самом деле, даже этот сбор подписей, он показывает, какое количество людей у позиций, на самом деле, заинтересовано в этих выборах. Ну вот с большим трудом, значит, за месяц набрано 100 тысяч сейчас подписи. Значит, один процент голосов на выборах – это миллион. Значит, ну вот, соответственно, вот прогноз на итоговый результат. Да. Но ведь и Надеждин не является чистым антивоенным кандидатом, да? Ведь, если не ошибаюсь, его предвыборная программа предусматривает прекращение огня и фиксацию на переговорах, так сказать, завоеваний России и действий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, которая ведь считает Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области Украины территориями России. И также Надеждин в одном из интервью высказывался против каких-либо репараций и компенсаций Украине. Ну, смотрите, я думаю, что предъявлять Надеждину претензии по каким-то деталям его избирательной программы точно бессмысленно, потому что российское законодательство сейчас таково, что он ничего другого просто сказать не может. Его даже какой-то из журналистов спросил, рассчитываете ли вы на победу. И он на это как-то в припадке откровенности сказал, что он считает большой победой, если он после этого не сядет в тюрьму после окончания избирательной кампании. Это было там национальном телеканале. И это правда. То есть он не может по российскому закону сказать, что он там, значит, за возврат территории или за что-либо другое. Он тут же сядет в тюрьму, потому что это уголовный состав уголовного преступления. По действующему российскому законодательству. Именно поэтому нет никакого смысла участвовать в этих выборах, потому что никто не может говорить свою программу. И именно это и делают эти выборы фарсом. То есть здесь главный вопрос к нему, он не в том, что он говорит. Главный вопрос в том, что он согласился принять участие в этих выборах. То есть и тем самым реализовывать определенную нужную для Кремля задачу. Конечно, он и на себя тем самым работает. Он поднимает свой личный статус, известность, узнаваемость в конечном итоге. То есть это и деньги какие-то и все проще. Но реально он помогает Кремлю сделать грязное дело, а именно легитимировать то, что они пытаются назвать выбором. Ну и вдобавок он может быть использован Кремлем, чтобы, так сказать, слить все протестные голоса и в то же время, чтобы режиму было пофамильно теперь понятно, кто против него, кто против войны. Ну и быстро со всеми разобраться. Ну, смотрите, да. Во-первых, каждый человек, который поставил подпись под подписным листом, он, ну, так сказать, сам власти сказал, что вот я против войны, да, то есть вот получите и распишитесь со всеми данными, там, координатами и всем прочим. Вот. Потом, это же мы сейчас как бы тактически смотрим, там, что происходит с этими выборами. Вот. Но можно же пофантазировать дальше, если у Кремля будет желание, то они могут, например, Надеждину дать не полтора процента, а, скажем, два с половиной. Это будет больше, чем все ожидают. И на этом сказать, о, новый лидер оппозиции появился. Значит, давайте все объединяться вокруг него. И Максим Кац, Михаил Борисович Кадарковский, то есть кто там еще там, значит, его там поддерживают, да. Вот наш новый вождь и рулевой, Борис Борисович Надеждин. То есть вот мы вокруг него объединяемся и дружными рядами идем завоевывать Долгопруд. Ну, значит, разные же могут быть сценарии. Это правда. Ну, тут, считаю, очень важно подчеркнуть, что эти выборы в России Украина не признает и не признает. Потому что это чистые воды, как вы сказали, фарс, имитация народного волеизъявления или псевдовыборы. Как мы все понимаем, весь демократический мир тоже понимает. На данный момент свободные выборы в стране агрессори, в стране террористки невозможны. И эти выборы только лишь для усиления путинского режима. И поскольку этот процесс имитации голосования будет проходить еще и на временно оккупированных украинских территориях, то, безусловно, никакой законности этих выборов, их признаний и речи быть не может. Ну, очень хотелось бы при этом, чтобы Украина сделала бы еще шаг дальше. И не только бы сказала, что мы это не признаем, а еще бы сказали, о чем мы, собственно, признаем. То есть на данный момент вот Зеленский очень правильный, хороший указ написал по поддержку украины и культуры, языка, значит, по поддержку порабощенных народов на территории России. И, ну, так давайте, значит, выстраивать отношения тогда с теми силами, которые могут этот указ принять, выполнить. То есть, соответственно, либо это же должна украинская армия тогда идти отвоевывать эти территории и на них защищать права порабощенных народов. Либо это должны все-таки сделать сами россияне. Ну, так давайте, значит, выстраивать отношения. То есть, должен быть механизм реализации вот этого указа. Так, хорошо, мы готовы. Принято. Так, ну, а вообще в России этот год – год семьи. Вчера Путин торжественно дал ему старт. Диктатор принял участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные и любимые». Говорили о семейных ценностях. Как россияне могут это терпеть? Ну, вот же вам история реальной семьи. Житель Владивостока Георгий Павилайко, приговоренный к 24 годам колонии за убийство и изнасилование матери двух детей, вернулся домой после трех месяцев на войне в Украине. Говорят, ранение получил, и сейчас этот Павилайко живет в одной из гостиниц Владивостока. Об этом сообщает «Сибирь реалий» со ссылкой на местных жителей. Муж убитый рассказал, что узнал об освобождении этого Павилайка через соцсети. Год семьи в России. Так получилось? Ну, ранение он не в то место получил, конечно, к сожалению. Но помилование точно туда зашло. Ну, помилование зашло, да. Ну, слушайте, рыба гниет с головы, да. И весь пример относительно семейных ценностей подает вся российская элита, в которой неприлично не иметь любовников, причем именно сказать любовников, чем любовниц, сам Владимир Владимирович, то есть в этом направлении. То есть, вот, и, ну, невозможно там граждан призывать к чему-то, чего ты не делаешь сам. Это аморально, лицемерно, и, ну, собственно, мы это и наблюдаем по всей стране, как раз вот моральный упадок и разврат. То есть они все время говорят про эти самые ценности, про то, как они их крепят. Но на самом деле мы видим, что все идет строго в противоположную сторону. Я, вы знаете, я просто скажу это чисто, я говорю, это лично, вот, когда я переехал в Украину, то, ну, многие меня там спрашивают, вот, там, чем Украина отличается от России. Вот то, что мне бросилось в глаза, прежде всего, от семейных ценностей, на самом деле, вот, тем, как выстроена украинская семья. Ну, как всегда это, вот, кто кропче всего кричит, держи вора, это тот, кто украл. Вот, вот, честное слово, это поговорка к этому применима на сто процентов. Да. Ну и как же, как же вот этот муж этой бедной женщины, которую насиловали, убили, мать двоих детей, как жить, соседствовать с этим? И это же не одинокая история. Таких много сейчас об этих помилованных Путином зэков, которые возвращаются и дальше продолжают убивать, насиловать, держать в страхе поселки, районы. Вдобавок к этому, коммунальный Армагеддон, повышение цен, дефицит продуктов, жены мобилизованных, которых Путин заставляет на это мероприятие. Давайте возрождать традиции многодетства, дорогие. Давайте рожать больше. Ну, это же абсурд. Знаете, я как-то говорил одним высокопоставленным до сих пор действующим человеком в России, вот как он относится как раз к этим вот зэкам, которых освобождают. Ну, он очень цинично сказал. Так 90% убьют. Ну, а 10% ну там что, огрехи следственного процесса, да? Мы же там не знаем, сколько из них вообще там за дело сидят или не за дело сидят. То есть 10% там, значит, вернутся домой. Ну, они обязательно новые преступления совершат, мы их опять посадим. Они же у нас все на карандаше. Вот примерно так они к этому относятся. Да. Так, еще одну тему хочу обсудить. На этой неделе в Госдуме России, похоже, придумали, как еще можно бороться с несогласными. Там предложили отбирать квартиры и другое нажитое имущество по статье за дискредитацию армии Российской Федерации. Соответствующее предложение на уровне закона внесла Госдума. Речь идет о проекте поправок в Уголовный кодекс России о конфискации имущества. Значит, РосСМИ отмечает, что полный текст законопроекта пока не опубликован. Однако спикер Госдумы Володин считает, что данный законопроект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности Российской Федерации. И, по его словам, законопроект направлен в том числе, я процитирую, на деятелей культуры, которые поддерживают нацистов, льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО. Конец цитаты. Как прокомментируете это, Илья? Насколько я знаю, в законопроекте нет никакого ограничения на тему того, что конфисковывать, а что нет. Тут ситуация вполне бинарная. То есть, если человек осужден по этим статьям, то могут конфисковывать что угодно. Зато они точно знают, кого обвинить в фейках, правда? Да, конечно, вопросов нет. И, конечно, на самом деле это серьезный и сдерживающий фактор, потому что это вот там в Башкирии или в Якутии протестуют неимущие. А за границей уезжают в основном люди состоятельные, у которых имущество есть. Я уже очень много раз слышал от некоторых кулиг, которые относят себя к оппозиции, что это страшное дело. При этом многие отмечают еще такой вещь, что есть квартира, которая может быть оформлена на нем, на самом оппозиционере, а пользуются дети, например. То есть, когда человек в возрасте. Передать тоже уже невозможно, потому что человек в эмиграции. Соответственно, если отберут, то это, получается, вся семья потеряет квартиру, дом или что-то там еще. Потому что счета-то и так давно все заморожены. Но я по себе знаю, я когда оказался на Западе, у меня все заморозили. И в итоге я абсолютно все потерял. Имущество, которое было в России, безвозвратно. Там с какими-то личными вещами. То есть, когда я говорю, ну, может, у меня были арендные квартиры, да? То есть, это все было потеряно, машина там, все. Без всякой конфискации это было потеряно. Но для многих это очень-очень существенная история. И они знают, на что давить. Для деятелей культуры особенно. Потому что у них много именно дорогой недвижимости. Вон там, значит, все знают про Собняк Пугачева и так далее. То есть, они стремятся набросить как можно большее количество удавок на тех, кто находится на Западе. Да. Но так, кстати, и на агентов всех это может коснуться? Да, конечно, они это будут расширять. Они всегда, когда начнут, потом это будет расширительно. Но конфискация такая вещь с точки зрения, конечно, Конституции, она вообще, в принципе, незаконна. Но вот там, значит, там есть определенные ловушки. Почему Володин так говорил? Потому что он, как Юрий, знает, что надо обосновать, что это имущество может быть инструментом для совершения преступления. Нельзя просто так отобрать вообще все имущество. Либо надо доказать, что оно неправильно нажито и на этом основании. Или, значит, оно является орудием преступления. Нельзя просто так пойти и что-то отобрать по Конституции. Ну, конечно, они будут это и игнорировать. Ну, просто киногентам нету вообще никакого решения суда. То есть это все надо будет привязывать к тому или иному уголовному делу. Ну, сейчас они столько сделали этих составов, что это очень легко. Да. Так, и Россия потратила половину денег на черный день. Значит, в течение прошлого года Министерство финансов России потратило практически половину ликвидных ресурсов фонда национального благосостояния. 4 миллиарда рублей. В основном источники финансовых резервов на черный день осталось 5 миллиардов из 9, собственно, миллиардов рублей. Об этом вчера написало издание «Медуза». Илья, что означают для россиян эти цифры, эти потраченные суммы? Для россиян это не означает вообще ничего, потому что деньги, которые уже изъяты из экономики. И, в принципе, это такая подушка, которая создавалась на случай колебаний мировых цен на нефть и газ. Цены, в принципе, достаточно высокие, но есть другая причина – война. Значит, это и подушка тратит. На самом деле это значит больше всего для нашего будущего правительства. Вот это нас больше всего волнует. Потому что они сейчас разбазарят все эти деньги, которые они откладывали из карманов налогоплательщиков, причем принудительно, на черный день. Разбазарят их на войну. А там еще репарации. Значит, и золотовалютные резервы потеряны и так далее. В итоге сейчас-то у них никаких проблем нет. А расхлебывать потом придется нам. И, конечно, это все крайне печально. Так, и расскажите о себе, так сказать. Легион свободы России. Как у вас дела? Какие планы? Ну, планы продолжать в том же духе, это называется. Сегодня в Легионе один из очень видных деятелей российской оппозиции, представитель форума «Свободная Россия» Гарри Каспарова с рабочим визитом. Но на днях были очень тяжелые бои. У нас, к сожалению, было несколько потерь в Легионе. Но все равно мы готовимся к результативному году, вот этому вот 2024-му. Мы же понимаем, что будущее России, он будет решаться не на выборах и не в очередях за Надеждину, а в очередях за оружием. И исключительно путем силового сопротивления ситуация может каким-то образом поменяться. Поэтому наша задача максимально расти. И вот это является нашим приоритетом. Поэтому нам очень важно получить как можно больше поддержки от разных оппозиционных кругов, чтобы они говорили о том, что товарищи, это правильно, и давайте все вместе. Действительно, многие эксперты и говорят, что этот год как раз и может быть переломным в этой войне. И пока как-то все вот так вот не хочется говорить, но как-то 50 на 50. Многое зависит, конечно, от принятий помощи Украине, в том числе в Соединенных Штатах Америки. Европа вроде вот-вот уже как-то и готова. И сейчас уже заикается о передаче прибыли от замороженных российских активов. Многое зависит, конечно, от настроений, протестных настроений внутри самой России. Поэтому действительно год может стать переломным. И дай бог, чтобы он был, этот перелом был в пользу мира. Мы будем прикладывать к этому все усилия. И здесь действительно я считаю, что роль россиян, которые воюют, которые реально сопротивляются и держат оружие в руках, будет очень высоким. Потому что эта война все равно закончится в Москве. И нам необходимы силы там. Украинская армия туда не пойдет, туда пойдут россияне. Надо сделать, чтобы их было как можно больше. Да. Что ж, ждем хороших новостей. Верим в победу. Спасибо, Илья, вам за этот разговор. Илья Пономарев, создатель телеканала «Утро февраля», бывший депутат Госдумы Российской Федерации, был в эфире телеканала «Фридом». Спасибо, Илья, до свидания. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридом». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Субтитры создавал DimaTorzok